Спасибо за чрезвычайно широкий доклад, но меня очень узкий вопрос интересует, будет ли монослойный графан водородный, стабильный, и может ли быть монослойный, ну, фторированный аналог графана? Вот два таких вопроса, мне кажется, они принципиальны. Да, конечно, спасибо большое за наш вопрос. Да, естественно, графан, он стабилен, его получали неоднократно в экспериментах, то же самое касается и фторированного графена, опять же, то же самое касается и ЦБФ структуры, да, они все реализуются, это неоднократно было сделано, они термодинамически стабильны, пенитически стабильны, если вопрос, их довольно сложно реализовывать, получать довольно сложную конфигурацию с регулярным расположением атомов водорода или водородной поверхности. Это, как бы, это отдельный вопрос. Как раз именно для случая алмазных пленок, мы надеемся, то, что это может быть реализовано, потому что там у нас не может быть беспорядочного расположения атомов водорода или водородной поверхности. Там получается именно монокристалл. Это может быть нерегулярное расположение атомов водорода или водородной поверхности. Ну, а с вас тут, конечно, стабильны. Ну, может быть, формально, алмазная пленка толщиной в один слой? Ну, теоретически, может быть. Экспериментально, насколько я знаю, реализовано не было. Что значит алмазная, когда один слой? Тут еще важно заметить то, что она свойства алмазной фактически иметь не будет. Она будет иметь свойства электрические свойства. Там эффективная масса значительно выше. То есть, фактически, да, эспериментализованная пленка реализована, быть может ли. Но, можно ли ее называть алмазной пленкой? На самом деле, это вопрос. Я из Института физики полупроводников. У меня два вопроса. Первый вопрос, все-таки, как вы прокомментируете, что вот для получения нано-алмазов используются все-таки детонационные методы, где нужно высокое давление, а не, наоборот, положительное давление, как в вашем случае, отрицательное. Первый вопрос. А второй вопрос. Мы в своих экспериментах с Институтом геологии и минералогии создавали внутри алмаза очень тонкие аморфные слои. В одном случае, эти слои были с малым содержанием водорода, в другом было очень много водорода, пытаясь их кристаллизовать. Кристаллизовались сплошные слои. Минимальная толщина была 10,5 слоев графена внутри алмаза. И даже в условиях очень высоких давлений, примерно 70 кБ, мы все равно сохраняли высоких температур. У нас все равно в области стабильности алмаза сохранялась графитовая структура этого тонкого слоя, и он никогда не переходил в алмаз, несмотря на большое количество водорода. Еще раз говорю, должен упомянуть, что сначала исходные слои были аморфные. То есть там было содержание водорода и углерода примерно 50 на 50. Спасибо за ваш вопрос. Ну, тут я, естественно, не могу ваш эксперимент анализировать просто лично из вашего вопроса. Могу бы положить то, что тут очень важно, чтобы водород, он не находился между слоями, прежде всего. Он находился только сверху, понимаете. Тогда он будет индуцировать, собственно, образование алмазной пленки. То, что если будет ходиться внутри слоев, он будет препятствовать, потому что он будет как интеркалировать, собственно, саму структуру. Это, во-первых. В-треть, он должен желательно полностью покрывать поверхность нашего графита. И, чтобы, собственно, схлапывать его. В вашем случае у вас имеется аморфная структура. Поэтому, возможно, этого не происходило. Ну и последнее. Да, действительно, можно получать аналмазы и детонационный способ. Я ничего не говорю. Однако именно структуры совсем малого размера, до 10 нанометров, также могут быть реализованы именно таким способом. Я только это хочу сказать. Да, все так, так и есть. Стекилы получают аналмазы. Сейчас спокойно. Про водород. Вы начинали водород, правильно? Да, вот. Здесь получается разница между 2,5 электрон-вольт. Это типичная, известная энергия связи водорода в графане, чтобы оторвать... Да, да, да. Вот. Значит, можно говорить, что у вас вообще дальше, вот, химический фазовый переход, вот о чем вы говорите здесь, происходит за счет энергии, вот этой энергии взаимодействия. Да, конечно. Просто дальше идет сопряжение, чтобы, как говорится, и вашим, и нашим, получается на несколько слоев распространения. Да, 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 это абсолютно верно. У нас происходит именно такой вот зиппинг-эффект, не знаю, по-русски. Они ставлю, они ставлю, стремятся соединяться в эфирные слои. Ну, вот, как же это сказать, энергетически... Абсолютно верно. В этой же связи сразу, вот, много рассказывали о том воздействии кислорода на графинт и так далее, чтобы получить в конечном счете графинт. А как вы считаете, почему не говорят или не используют воздействие водорода? Ведь вы можете, вот, получать, собственно, слои, пачки и так далее, получать графановые пачки. Я об этом в своем докладе буду рассказывать. А потом их воздействие. Вот, почему, по-вашему... Во-первых, почему вы сами на кислород не обращаете внимания? На воду, водород, фтор, вода. Почему вы до кислорода вот в таком же плане не дошли? И в этой же связи, как, по-вашему мнению, можно ли использовать водород для получения ступенчатых графиновых пачек и так далее из графита? Так, как это делают с кислородом. Спасибо большое за вашу вопрос. У вас был очень большой объемный. Для кислорода, я сам скажу, что его влияли на графинт, оно другое. То есть он, в отличие от водорода, не просто садится, он начинает вырывать. Он посадится на мостике, и с этого у нас может купить, просто-напросто там в нем образовываются уже дефекты. Это неоднократно показано. Таким образом, кислород у нас, он играет другую роль. Есть это в химизм, вот энергия взаимодействия кислородам? Естественно. И за счет этой энергии взаимодействия, за счет другого химического взаимодействия, там происходит и на разрушении, как это может происходить. Что неоднократно, он получился. Вы показывали графитацию нано-алмаза, известно, что в объеме она идет очень плохо, а она идет с поверхности. Дальше вы подталкиваете вот свой, вот этим химическим способом, слои превратиться в алмаз. Скажите, а если убрать после этого, вот этот самый ваш газ, видимо, маленькая частичка, так сказать, полученного материала, она стабильна даже без вот этого вашего водорода, который там и остался. Значит, если вы уберете, останется ли это алмазом? Понимаете, потому что у нас есть довольно прочная связь, как будет показано здесь, 20 плюс металлогольта, то даже если мы водород уберем, то мой водород с полетностью набрать будет страшно сложно. Вы можете даже выжимать эти прочные связи, это, все это другая история. И в Трехе, как я показал в своем докладе, для отлучения нано-структуры, у нас именно вне верхней стаи графина не стремятся отойти от алмаза. То есть фактически, у нас происходит смесь между спектрой и спектрой связи без водорода. То есть будет поверхностная графитация, то есть вы не сохраните. Да, 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 именно вот. Вот это та же самая история, если бы был объем, то бы сохранили, нет объема. Все, спасибо.